Иди, сделай что-то полезное, хватит ныть, за свое счастье ходить, трястись. А, видите, она какая счастливая. Деятельностью занимается хорошей. У меня очень тяжело, она такая хорошая. Почему? Потому что Бог дает силу. Ну, раз такая девушка не выйдет замуж. А, видите, она еще и подумает. Вот так вот я просто для чего ей дал микрофон, чтобы вы поняли, как выглядит человек, который никогда не зависит от судьбы. Как он должен себя вести, как выглядит. Ставьте такой в отношениях с Богом, с людьми, служите людям ради Бога. Не знаете, как с Богом людям служите. Не знаете, как молиться, идите в храм, помогите что-то сделать. Но если вы... И не предавайте никогда свою веру. Кого бы вы не слушали, какие бы лекции не слушали, свою веру никогда не предавайте. Свою веру, свою семью. И даже, я бы сказал, свою страну. Бывают разные ситуации в жизни, конечно. Иногда людям там надо жить, сям. Но лучше все оставить в сердце чистым. Никогда ничего не предавать. Бог то, что дал, то и хорошо. Не надо ничего предавать. Всем, вот всем хочется уехать. Причем, знаете, интересно, я вот анализировал серьезно, вот изучал это. Всем всегда очень хочется уехать тогда, когда не надо. Вот смотрите. Когда какая-то страна вышла на пик своего развития, это значит, дальше там будет спад. Когда какая-то страна вышла на пик своего спада, это дальше там будет развитие. Теперь я вот здесь, на пике спада, уезжаю туда, где пик развития. Я ведь умный, да? Я умнее всех, понимаете? Здесь дураки одни собрались. А я умный. Бог говорит, будь верной своей Родине. Хорошо, я уезжаю на пике спада, туда, где пик развития. Дальше что будет? Там будет спад, а здесь будет развитие. А мне все снятся острова. Мечта есть, мечты такое, понимаете? Мечта, что это такое? Человек не заслуживает чего-то и думает, что вот я сейчас вот так, и раз поехал, и все это получу. Просто с сменой места жительства. Мечта такая вот, глупость такая есть в сердце. Ладно, вы меня отвлекаете, давайте лекцию закончу. Я буду дальше по лекции двигаться. Дальше смотрите. Итак, выход на первое место. Я верю в природу, да? Вы представляете себе, как выглядит этот человек, который верит в природу? Да, он становится голеньким. Они вместе там ходят голыми уже по природе, потом создают такое сообщество такие. Даже там как-то название такое соответствует их как бы природе. Нудисты, да? На букву М. Ну, название, даже себе название соответствующее выбрать. Ну, одну букву поменяли для приличия. Дальше поехали. Выход на первое место самодостаточной жизни. Приводит к ищете. Вот человек верит в самодостаточную жизнь. Все, это значит, что единственное, что надо, это взять ипотеку, понимаете? И все. А жизнь, она вот так волнами идет. А вы, когда в этой слепоте находите, все эти волны, не можете, ну, как бы, понимать. Взял ипотеку, и жизнь страны пошла вот туда, вниз. Да? Теперь у меня к вам, ко всему залу вопрос. Вы что думаете, банки, дураки, которые вам ипотеку дали? Вы что думаете, когда вот туда вот пойдет вниз, они это все не посчитали, что ли? Вы что думаете, что они обнищают от этого? Кто обнищает-то, когда вот туда пойдет? Тот, кто взял ипотеку. И они еще судить вас будут, еще оставить без того, что было. Понимаете? И скажут, ну, что ж ты дурак такой, взял эту ипотеку. Тот, кто просил. А причина не то, что там реклама идет, ипотеки, они говорят, реклама идет, поэтому все берут. Нет, причина, почему люди попадают в такую засаду, заключается в том, что они думают, что самодостаточная жизнь, это и есть самое главное в жизни. Они думают, что без этого вообще невозможно жить. Вы знаете, люди прекрасно живут и в маленьких квартирах. И все у них нормально в жизни. Просто эту опцию, вот эту вот, вот эту вот, живи на светлой стороне, понимаете? Нам впихивают мозги, впихивают. Вот с чем бороться-то надо в стране. Вот с этой вот рекламой, которая человеку впихивает, что надо больше денег тратить. И потом разрушать свою жизнь из-за этого. Понимаете? Потому что человек больше денег тратит, больше работать надо. Больше работать некогда, строить отношения с семьей. Некогда с семьей, значит, развалится семья. Некогда с детьми, значит, дети вырастают необразованными. Там и так далее. А причина неправильная вера. Приходит, конечно, достаток придет обязательно, но представьте, как хорошо, когда он придет сам собой. Это вы за квартиру будете платить в два раза меньше, как минимум. Если сам собой, это все обязательно придет. Если вам что-то хочется, это будет со временем. Но не надо торопить судьбу. Это значит, вера неправильная. Я сильно хочу, значит, я неправильная вера. Учись верить в правильные вещи. Теперь выход на первое место режима дня и питания. Олег Геннадьевич говорит, главный режим дня. Все. Человек целыми днями начинает думать только о еде. Он ходит. Так, сегодня постимся, сегодня не постимся. Съел эту морковку, через 15 минут другую морковку. Так, все. У нас режим дня. Мы только о режиме дня думаем. А все остальные демоны не питаются, они по режиму дня. Это уже фанатизм называется. Конечно, режим дня нужен для здоровья. Но еще важнее, чем режим дня, это верность. А еще важнее выполнение своего долга. Допустим, если ты должен работать, идти, а это не соответствует режиму дня, иди работай. Выполняй свой долг перед близкими людьми. А еще важнее, чем работа, идти в храм, хотя бы раз в неделю сходить, помолиться Богу. А еще важнее каждый день молиться. И так далее, понимаете? То есть, надо просто понять. А если человек образование ставит на первое место, то он вообще становится как бы каменное сердце у него становится вообще. Образование, образование, семья, до свидания. Дети, до свидания. Мне важнее всего образование. Жене сказал, пошел к любовнице, любовнице сказал, пошел к жене, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Все наплевать уже, все, никто не нужен уже человеку. Видите, на первом месте может быть только Бог. Больше никто не может быть на первом месте. На втором, пожалуйста. Но если только я на втором месте, а на первом Бог, тоже нехорошо. Теперь вы все пришли на эту лекцию узнать, как вы меня думаете, когда же об этом вообще речь, заявлено же. Как почувствовать приближение беды? Ну, хорошо, я вам расскажу, если вам это интересно. Первое, что хочу сказать, что беда, это не беда на самом деле, это всего лишь трудность, которой я не готов. Потому что даже, когда человек уходит из жизни, и он знает, зачем и почему, он никогда не страдает от этого. Я видел, как люди с улыбкой на лице уходят из жизни. Поверьте мне, Бог мне дал 25 лет назад увидеть это. Я в святом месте работал, ну, врачом, в госпесе. Туда люди приезжали возвышенные оставлять этот мир. Я видел, как они молятся, с улыбкой на лице уходят из жизни. Я это видел все. Я знаю самые высокие стандарты, которые вот молодой человек сказал мне. Я их знаю. Я видел таких людей и отвлеченных очень, которые, как бы, вообще ничего в жизни для себя не хотели. С улыбкой на лице оставляли этот мир. Это, к этому надо стремиться нам всем, однозначно. И так, нет в этом мире беды. Есть просто трудности, к которым я не готов. И как они проявляются? Они проявляются определенным образом. В священных писаниях, в древних ведах описаны эти вещи все. Они есть. Но есть предупреждение, что если вы этими знаками судьбы будете пользоваться неправильно, то вы просто станете несчастнейшими из людей. Это называется мнительные люди. Мнительные люди — это несчастнейшими из людей. Они постоянно всего боятся, постоянно, как бы, смотрят, чего, как. Я могу вам сказать эти знаки, но сначала я вам скажу вот что. Правильный ход времени или судьбу можно почистить только человеку, у которого твердый и спокойный разум. Запомните, если вы чего-то боитесь, если у вас тревога в сердце, если вы обескуражены, напряжены, мнительны, и вы никогда не почувствуете ход времени правильно. Но если вы помолились, если вы служите Богу, если вы верите, что Бог поможет вам, у вас в сердце есть сейчас, прямо сейчас спокойствие, вы можете продиагностировать свою судьбу или потренироваться, попробовать это сделать. Рано или поздно это может получиться. Больше того, когда происходит какое-то событие, если вы во время этого события сможете успокоить в молитве свое сердце, вы тогда поймете, это преодолимое событие или нет, по тем знакам, которые вам сейчас расскажу. Но если вы просто так сразу начнете это делать, то вы станете просто мнительным человеком. Мы когда в медицинском институте учились, вот все болезни, которые мы не изучали, это мои болезни. Называется мнительность. Там признаки сифилис, о, у меня сифилис. Признаки спида, о, у меня спид. Признаки чумы, о, шизофрении, ой, у меня шизофрении. Все, это означает мнительность. Мнительному человеку бесполезно изучать знаки судьбы, потому что он не занял нормальную платформу разума. Разум означает спокойствие. Спокойное сердце означает разумное состояние. Беспокойное сердце неразумное состояние. Вот здесь находится разум. Если спокойно в сердце, значит человек разумно себя ведет. неспокойно все. Только разумный человек способен чувствовать правильно прошлое, будущее и настоящее. Когда в сердце спокойно, это самый главный первый признак. Я вам есть разные знаки судьбы, скажу те, которыми я пользуюсь. У меня есть определенные знаки, изучаю это все, на вас тоже смотрю это все, вот по этой системе, которой я вам сейчас расскажу. Сначала спокойствие в сердце. Если человек у мужчины, у него правая рука отвечает, ну, это касается и глаза, и щеки правой, и губы. Правая рука, правая сторона у мужчины означает судьба, которая преодолима. преодолима. С ней не будет так трудно. Это нормально. Нет смысла сильно напрягаться, все будет хорошо. Левая сторона у мужчины означает судьба тяжелая, трудно преодолима. А насколько трудно, сейчас будем говорить. У женщины левая сторона означает легкая судьба, нормальная, а правая сторона трудно преодолима. Понятно, да? Что значит правая, левая сторона? Мы говорим сейчас о знаках, что это за знаки? То есть я просто расслабляю руки, вот так кладу их, настраиваюсь вот так вот, думаю о событии. Допустим, меня бросает близкий человек. Первое, что я должен сделать, успокоиться. Не успокоился, успокаивайся, иначе ты никогда не сможешь знать судьбы понять. Успокоился, понял, что все будет хорошо, теперь в этот момент посмотри за своими руками. где напряжение? Справа или слева? Если напряжение слева у мужчины, значит будет очень тяжело. А если справа напряжение, а слева нет, значит все будет достаточно легко, нормально. Если у женщины напряжение справа, значит все будет тяжело, а если слева, значит все будет нормально. Напряжение означает трудности в судьбе. Руки, они показывают на ход времени. Руки связаны с нашей деятельностью, с жизнью. Это часть нашего судьбы. Поэтому и пальцы отвечают за судьбу. Ну, то есть, они связаны, поэтому по линиям рукам смотрят как бы судьбу. Легкость пальцев указывает на легкую судьбу. Вот я смотрю, вот у меня сейчас легкость, но мне в сердце должно быть спокойно. Не то, что у меня тяжесть пальцев, у меня тяжесть пятых пальцев. Нет, у меня спокойно, я наблюдатель. Только наблюдатель может понять судьбу. Я не знаю, легко или легко у меня, или тяжело. Я просто спокойно. И со стороны как будто смотрю на свои пальцы. Сейчас я смотрю, у меня хороший период в жизни или трудноватый. Теплота в пальцах означает приятная судьба. Если у мужчины по правой стороне идет теплота в пальцах, значит у него вообще благоприятная жизнь сейчас идет. Если у женщины по правой стороне теплота в пальцах, значит хорошее время. Бояться нечего. У женщины по правой теплота в пальцах идет, бояться нечего. У мужчины по левой. Там, где неблагоприятно, если теплота идет, легкость, теплота, значит бояться нечего. Там, где опасность. У мужчины слева опасность, у женщины справа. Там, где опасность, если легкость, теплота идет, бояться нечего. Понятно? Напряжение в пальцах правой руки при мыслях о каком-то событии у мужчины указывают на трудности, которые можно преодолеть. И если напряжение в пальцах у женщины в правой руке, и она думает о каком-то событии, в это время пошло напряжение, то это значит, что трудности будет трудно преодолеть, нужно прилагать чрезмерные усилия. Молитва, то есть Бог предупреждает, тебе будет тяжело. Напряжение в пальцах левой руки наоборот указывает на трудно преодолимые препятствия у мужчин и легко преодолимые у женщин. Ломота в пальцах указывают на еще более тяжелую судьбу. Если обувь и руки, плюс еще голова, то как раз вот этот тот случай, о котором я говорил, это просто мнительность. Или вы говорите, у меня всегда рука дергается правая там, это болезнь уже. Я говорю, а спокойная ситуация, вам вот спокойно, сердце спокойное, и вы просто, ну, вспомнили событие, и что-то поменялось у вас. Если у вас всегда глаз дергается, то как бы, это ничего, ни о чем не говорит. Но если у вас ничего не дергается, вы вспомнили событие, и у мужчины начало что-то сводить здесь слева, неожиданно как, неожиданно происходит, то значит, Бог предупреждает, трудись сердцем. Все может быть хорошо, но придется трудиться. А у женщины это если справа или на руке. Но сначала должно быть все спокойно. Если я сел, у меня все уже дергается, все, я еще ничего не вспомнил. Значит, что это мнительность. У женщины левой хорошо. Значит, все преодолимо. Трудности будут, но преодолим. Если что-то дергается, значит, трудности. То же самое, вот так. Если по правой стороне, значит, ты правильно решил. У женщины по левой стороне. А по правой, значит, неправильно решил. Но здесь должно быть спокойно. Но мы в этот момент молитву читаем. Конечно, потому что как бы будет спокойно, если ты молитву не читаешь? Саму по себе же спокойно не будет. У тебя же реально проблема. Как тебе будет спокойно саму по себе? Ломотав пальцев, указывает на еще более тяжелую судьбу. Если пальцы сводят, это признак практически непреодолимой судьбы. У меня была такая ситуация в жизни, когда я думал о каком-то об одном событии. У меня настолько сильно сводило руку, что мне приходилось ее зажимать, вот левую руку. И действительно, потом очень тяжелые события произошли, очень тяжелые. Вот мне приходилось зажимать, чтобы вытерпеть вот это вот состояние, которое неприятное, которое в руке было. У меня в левой руке. Такие бывают события. Это болезнь. Просто болезнь. Мы говорим о ощущениях, которые возникают на одну секунду во время воспоминания о каком-то событии. Я не знаю еще точно, и хорошо, что я вам это сказал или нет. Я пока не уверен. Я надеюсь, что в психушку никто не попадет. Что как бы вы не придете. Олег Геннадьевич, у меня обе руки сводят. На следующей лекции вот так не придете ко мне. У меня свело обе руки, Олег Геннадьевич. Это совсем неблагоприятно, наверное. Запястье, когда ломит запястье, означает, что судьба отдалена. Ну то есть это произойдет позже. Пальцы означают сейчас. Дальше уже отдаление. Если еще дальше, то еще дальше судьба. Предплечье значит совсем далеко. Может произойти, но далеко. Это другая система. Я сейчас про руки вам рассказал, это проще. Там с глазами сложнее. Большой палец правой руки у всех, у мужчин и у женщин, указывает на человека в деятельности. То есть на я, на меня указывает. Как я буду, допустим, я работаю где-то. И у меня, я подумал, вот как я буду работать. И, допустим, у меня по большому пальцу напряжение пошло. Это значит, что я буду чувствовать себя там тяжело, трудно будет. Указательный палец правой руки указывает на волю человека, способность. Вот, допустим, напряженный указатель пальца означает, что волевые усилия буду прилагать. Это уже мужчин и женщин, если так мы разбираем, по пальцам уже напряжение. Оно не связано с благоприятным, неблагоприятным. Просто мы говорим сейчас о том, средний палец на работоспособность человека указывают на правой руке. Если в нем напряжение, значит будет трудно работать, уставать будут. Безымянный на влияние на людей и достоинства, значит там будут проблемы. Мизинец на мою способность общаться и строить деловые отношения. В левой руке большой палец указывает на мою интимную жизнь и на мое ощущение себя в семье. Указательный указывает на родственные чувства и влюбленность. Средний на жилье и свободу в личной жизни. Может быть, когда напряжение по среднему пальцу идет, это может лишение свободы быть, допустим. Нет свободы. Безымянный – это брак. Напряжение может пойти, может брак быть разрушен, допустим. Мизинец – отношение с близкими. Ну вот я вам вкратце это сказал все, а дальше это надо все смотреть, изучать. И эта тема очень опасная. Знаете, чем она опасная? Почему я так нечасто на лекциях об этом говорю? Потому что вот эта вот привязанность к этой теме, желают знать, что будет, да? Привязанность к вот этой теме, она настолько сильна, что когда люди на эти симптомы узнают, они начинают с ума сходить, понимаете? Они сидят целыми днями и смотрят симптомы. Почему? Потому что они боятся жить. Вот нормальный человек, он никогда вообще не смотрит эти симптомы. Он просто живет и говорит, Бог поможет. Понимаете? Он не боится даже трудности, если он не боится ничего. Но иногда он вспоминает это. Вот когда совсем уже там, ааа, что-то не то. Раз. И он вспомнил, что есть такие симптомы. И он проверил. И это ему помогло в жизни. Почему? Потому что предупрежден, значит спасен. И так, вот эти вещи надо только использовать, только в крайних случаях жизни. Но если вы целыми днями ходите вот так, по правой, по левой, значит вы уже готовитесь к домику неизвестного архитектора. Значит эта информация не на пользу к вам пришла, понимаете? Не на пользу. Как принять удары судьбы с минимальными потерями? Если вы чувствуете, судьба пошла, вот она пошла, волна пошла. Большинство людей, они как кролики, лезут, вот как лягушка в пасть удава. Знаете, почему она туда лезет? Это факт. Вы знаете, что это правда? Она лезет в пасть удаву, лягушка. Если взять ее, передать ее состояние, она думает, ну не может быть, чтобы так страшно было. Ну неужели так ужасно вот там вот. И она просто хочет проверить. Она подпрыгнула и все, думала, да не может быть, чтобы так страшно. Еще раз подпрыгнула. И потом раз, он чик, и все. И лягушки нет. Ну то есть идея в чем заключается? Что у человека есть склонность вот идти туда, где опасно. Вот допустим, муж говорит. Что-то я влюбился. Вот честно жене говорит. Она говорит, ну и пошел вон, гад. Он говорит, да слушай, я тебе вот честно сказал, я влюбился. Я не хочу никуда уходить. Я просто вот у меня такое состояние сейчас. Помоги мне. Я тебя ненавижу, ты меня предал. Видите, она прыгает в рот, в пасть к удаву. Бог ей говорит, спасай мужа, его заколдовали. Потому что влюбленность человеческая это колдовство. Ну как? Ведь женщина правильно говорит, она околдовала моего мужа. Но это не то, что она такая колдунья, там прямо вся вот, знаете, рисует колдунья такая, прям с носом с таким. Вот. Нет, она просто женщина. Все женщины колдуньи. Потому что у них есть энергия любви. И она сводит с ума людей. Эта энергия. Все женщины вот такие. И она не хотела, понимаете? Просто она была одинокая, а тут как бы на нее начал обращать внимание. Но она не то, что сильно хотела, чтобы вот именно этот человек был. Она просто вот когда же на женщину обращает внимание, ей приятно. Ей было приятно, она немножко улыбнулась. От приятности, понимаете? Не то, что она сильно хотела. А он когда увидел, что она у него уже... И пошла крыша. Она когда увидела, что у нее крыша пошла, подумала, это моя судьба. А он когда увидел, что она подумала, что это ее судьба, а он пошел знакомиться. Ну так все, закрутилось, никто не виноват, понимаете? И он потом пришел домой, говорит, я влюбился жене. Она говорит, пошел вон, я тебя ненавижу, ты меня предал. Прыгает в пасть, кривую, куда, да, сама. Так устроен человек. Вот когда у вас так будет в жизни, вы увидите, что вам захочется так мужу сказать. Но этого делать не надо. И поэтому первый шаг, который человек должен сделать, когда судьба тяжелая наступает, он должен от нее убежать. Надо, вот послушала муж это сказал, и сматывайся. В соседнюю комнату. Убегай от него. Ничего не отвечай сразу. Убегай, ставь изображение, молись, пока сердце не успокоится. Потому что если ты сразу среагируешь на ситуацию, судьба тебя раздавит. Почувствовал, пошла волна. Начальник тебе говорит, мы решили тебя уволить. Мы будем думать, чтобы тебя уволить. Не реагируй. Ничего не говори. Не давай обратную связь. Просто скажи, если начальник спросит, как ты по этому поводу думаешь, надо сказать ему, ой, можно я завтра отвечу? Убегите, первый удар судьбы самый важный. И в этот момент человек не должен ничего сказать и сделать. Или, допустим, приходит человек к вам на работу, ну суперный просто вообще, как бы и говорит, вот все вот, что вы ждали этого человека всю жизнь. И он говорит, возьмете меня на работу, скажите ему, давайте завтра я вам отвечу. Оставьте телефончик, все, завтра. Это будет завтра. Понимаете? Не сегодня. Потому что даже если это суперский человек какой-то, а вы сегодня ответите, это значит, что человек сядет вам на шею, потом его разрушит всю вашу жизнь. Хотя он классный работник, но вы его избалуете. Понимаете, о чем я говорю? Что даже если дурманом сладким веет, то не надо сейчас реагировать. Оставьте это все на завтра. Помолитесь, приведите в себя. Если вы можете судьбу отодвинуть от себя и стать спокойным, это значит, что это благоприятно. Вот допустим, к вам пришел такой человек на работу, который вы давно ждали. Вы молитесь потом, смотрите на свое сердце. Если вы чувствуете, что вы как бы, да, вам все равно, будет этот человек у вас или нет, как Бог хочет, значит очень хорошо. А если у вас сердце прям, ой, нет, надо брать, ну все, ну ничего, ничего не меняется, надо быстрее звонить, а вдруг он пойдет еще куда-то. Все неблагоприятно. Этот человек разрушит вашу жизнь. Успокойте себя. Не можете успокоить еще, откладывайте на один день. Это счастье так может разрушить жизнь, не только страдания. Успокойте себя в отношениях с начальником, прежде чем прийти к нему, когда он вам будет выносить приговор. Если вы себя успокоите, 50% судьбы уменьшается. Представлять, 50% уже будет лучше на 50%. Если вы придете к нему со спокойным сердцем, готовым принять все, что угодно, с благодарностью на лице, там и так далее, он будет по-другому воспринимать ситуацию ваш начальник. Но первый удар судьбы, нужно просто убернуться от него, не надо лобешником в него лезть, понимаете. Вот это вот и есть прыгать, впать у даву. И в это время, когда вы дали себе отсрочку небольшую, когда муж сказал, что ухожу из дома и так далее, то есть вы дадите себе отсрочку небольшую на то, как вы среагируете. В это время со всей силы нужна молитва. В это время нужно настроиться на Бога, и самая главная цель – успокоить свое сердце. Сделать так, чтобы все было хорошо, внутри спокойно. Потому что, когда вам придется, ведь все равно дальше этот разговор продолжить, в этот момент, когда ваше сердце будет спокойным, 50% вашей плохой судьбы будет уничтожено в первый момент. Представляете, как много? 50%. Если, конечно, что-то от вас зависит, потому что, если человек узнает о том, что у него там злокачественная опухоль и так далее, то все равно лучше всего общаться на эту тему на следующий день. Потому что больше шансов будет победить болезнь. Не надо принимать, о, все, режем вон там, сразу все режем. Не надо принимать решение в попыхах, когда даже у тебя такое тяжелое заболевание какое-то. Успокой свое сердце сначала. Помолись, пойми, что хочет тебя Господь. Если ты в спокойное сердце вошел в спокойное состояние, значит, ты сможешь получить знание, что делать дальше. Потому что знание приходит только в спокойное сердце. Затем, когда ты успокоился и понял, что у тебя, тебе грозит тяжелая судьба, дальше у тебя есть две опции. Первая опция войти в длительный стресс тяжелый, о котором мы сегодня говорим. И вторая опция тоже есть, оказывается. Поэтому я говорю, что беды не бывает. Бывает неспособность принять судьбу. И в это вторая опция означает, что тебе надо с головой погрузиться в служение Богу и отстраниться от себя и своей судьбы. Как можно меньше думать о своей судьбе и как можно больше думать о том, чтобы молиться, выполнять какое-то служение людям ради Бога, как вот девушка говорит. Или выполнять служение в храме. То есть, как можно меньше быть наедине с собой. Потому что силы еще у вас есть в это время. Нужная судьба, когда начинает сильно действовать, что она делает в первую очередь? Через память о событии она съедает ваши силы. С каждой секундой у вас сил будет меньше, меньше, меньше. И потом, когда вы уже не сможете спать и есть, в этот момент, значит, ваши силы закончились и вы вошли в шоковое состояние. Это значит, дальше будет длительный стресс несколько лет. Первая стадия это шок. Я не могу есть и не могу спать. Все. Значит, ваша судьба съела через вашу память и мысли, съела вашу силу. И для того, чтобы судьба не съела силу, есть выход. В это время нужно понять, что жизнь дороже, чем событие. И в это время человек должен погрузиться в служение. Это практическая вещь. Это не то, что я в уме что-то делаю. Надо идти в храм, идти к тем людям, которые думают о Боге и говорят займите меня на полную катушку. Я хочу думать только тем, что вы делаете. Я хочу жить только для вас. Это ваша единственная опция. Если у вас нет веры, идите туда, где люди будут добрые дела. Заботьтесь о детях, заботьтесь о престарелых. Это все то, что Богу нравится. Делайте что-то, что бы приносило счастье людям. И делайте это постоянно, как можно больше. дальше нужно забыть про свою жизнь внутреннюю. И делать все это, плюс, что нужно делать? Как только судьба плохая наступает, сразу идите к добрым людям. Найдите, кто ваш друг. Найдите те люди, которые к вам хорошо относятся. Просите у них, пожалуйста, поговори со мной. Побудь со мной рядом. Я хочу сейчас услышать тебя. Понимаете? Потому что добрые люди и природа. Едьте на природу. На дальнюю станцию сойдут, трава по пояс. И хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь. Ничем не беспокоясь означает энергия Бога. Понимаете? Природа успокаивает сердце. Я вот прежде, чем это, это очень трудная лекция будет. Я знал, что на этой лекции мне будут каверзные вопросы задавать. Я сегодня в молитве это узнал уже все. Я пошел вот на природу, здесь парк есть рядом. Я ходил, молился, ходил, ходил перед этой лекцией, чтобы смочь ее, эту лекцию прочитать. И когда я шел уже сюда, то организатор мне сказал, что-то я волнуюсь перед этой лекцией. Потому что это необычно, иногда лекция бывает особенная, как экзамен для человека. Вот, поэтому как бы надо понять, что всегда у нас есть выбор, как реагировать на ситуацию. Но иногда в ситуациях выбора нет. Иногда бывает так, что в ситуациях выбора нет. Вот у меня вот ровно в это время, в декабре прошлого года, в октябре прошлого года пропали силы полностью. То есть я одеваю камни там, ну, только пробежки там, только статические упражнения, пост, есть как бы динамика, статика и пост. Три вещи, которые дают человеку силы. Я это делаю, мне легче становится. Все остальное, чтобы я не делал с собой, мне ничего не помогает. У меня кончились силы. Я всем своим помощникам сказал, я вам не помогу, сами заботитесь о себе, потому что я сейчас не справляюсь сам со своей судьбой. мне очень тяжелый период начался в жизни. И в это время у меня ушел из жизни отец. Ну, то есть я не смог ничего, я молился, но я не смог как бы вложить в его жизнь силы, потому что у меня не было возможности. Такова была судьба, а так она влияла. Я хотел, но у меня не было возможности просто. Понимаете, иногда бывают такие вещи. Так устроен этот мир. ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Дальше следующий шаг это переосмысление своей судьбы. Вот вы погрузились в служение полностью, вам силы пойдут, вы почувствуете на фоне тяжелой судьбы стало легче. То есть я не отказался от того в этом декабре, я пошел дальше лекции читать, поехал служить людям. Почему? Потому что это единственное спасение в это время. в это время. Продолжение следует...